Вот так по проекту должна была выглядеть соборная мечеть Калининграда. Ее строительство местная мусульманская община начала с разрешения властей в 2010 году. Однако три года спустя работы в парке Южный приостановили по решению суда. Он посчитал, что строительство ведется в границах охранной зоны памятника Фридландские ворота. А позже суд и вовсе признал незаконными все разрешительные документы на строительство. К моменту запрета мы уже построили мечеть на 80%. Землю в парке Южный нам выделили сами власти. Они же под различными предлогами отобрали здания и дали компенсацию в размере 66 миллионов рублей. Из них 40 забрал один из спонсоров. А 20 с копейками у нас осталось. Но мусульмане Калининграда не теряют надежду завершить начатое. В январе 2020 года они обратились к министру обороны России Сергею Шойгу с предложением построить главную мечеть вооруженных сил Российской Федерации. Но не в подмосковном парке Патриот, где этим летом открыли главный православный храм армии, а в Калининграде, как раз на базе недостроенной мечети в парке Южный. Почему бы нашим мусульманам не поминать защитников Родины? Тут в каждой братской могиле есть останки мусульман. Они бились за эту землю, погибали за эту землю. В ответном письме Министерство обороны предложило для решения вопроса согласовать позиции руководителей трех духовных управлений мусульман, официально действующих на территории России. А именно Центрального духовного управления, Совета муфтиев России и Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Что и было сделано. Мусульмане Калининграда направили письма всем трем муфтиям с просьбой поддержать их инициативу. Хотя сама постановка вопроса у них вызвала искреннее недоумение. Пока ответа от муфтиев не было. И не знаю, ответит ли нам вообще. Не понимаю, почему нам предложили согласовать с ними этот вопрос. Мы же у них ни денег, ни участия не просим. Просто отдайте нам здание, и мы сами за свои средства его построим, иншаллах. И сделаем рядом небольшой музей, где будем рассказывать о подвиге наших дедов. Мы сами справимся, иншаллах. Артур Русяев не скрывает, что идея обратиться в Министерство обороны была продиктована в первую очередь желанием все-таки завершить приостановленное строительство мечети в парке Южный. Нам не выделяют места. Не дают соборную мечеть построить. Мы много лет боремся, и у нас просто нет другого выхода. Молиться надо, а негде. Калининградская область – единственный регион России, в котором нет ни одной полноценной мечети. Сейчас местные мусульмане вынуждены молиться в небольших или приспособленных помещениях, которые не вмещают всех желающих. Однако все попытки построить мечеть, по словам Артура Русяева, упираются в нежелание и противодействие местных властей. Я не могу понять, почему нам не дают место под мечеть. Мы же не бандиты какие-то и не преступники. За все время существования нашей общины не было ни одного нарушения, только благодарности от людей и жителей. Сам Артур Русяев ранее построил на своем участке в городе Черняховске молельный дом, но его летом 2019 года снесли по решению суда. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам.